Такие виды транспорта в Минске Сустрянешь не часто А ле сёнье У день свято зимы У парку имя челюсткинца уйон А маль, что основаны А кому не хапила коми Пристосовывается кто як мог Огромные сугробы, заснеженные деревья И скрипучий снег под ногами Зима в Минске прошлого века Была как на полотнах художников А Минчане знали толк в зимних забавах Тогда я вам хочу сказать Движение было автомобильное Далеко не такое Катались с любой горки Использовали в качестве санок всё И тазы Танцы на льду и хороводы Вокруг нарядной ёлки Можно было увидеть чуть ли не на каждом шагу На центральной площади и у дворца спорта В парке Горького и на стадионе Динамо И, конечно, во двориках Из репродукторов звучала музыка Минчане скользили парами Учились кататься друг у друга И находили новых друзей Радостно сустрели зиму В лучней 42-й минской школы И не дивно На школьном дворе уластный каток Музыку для конькобежцев Сегодня подбирая Жора Паттай Так, али мы ещё не сказали головного Гэтый каток Залили сами школьники Светлана Кормилкина Всё детство и юность Провела на катке в парке Горького И с улыбкой вспоминает Как прятала свои валенки и ботинки в сугробах Когда не успевала сдать обувь в гардероб Или там не хватало места На том месте, где сейчас играют в хоккей на траве Раньше был стадион Зимой на нём заливали каток И ставили красивую ёлку в гирляндах Появился он давным-давно Сразу где-то после войны Где-то 40 Какого-то там 48-го, 49-го года И существовал очень долго На месте этого хоккейного клуба Был велотрек За велотреком тоже был своего рода каток Ёлка стояла здесь Ёлка была там Детям, во всяком случае, было куда прийти И чем заняться Гардероб находился там Вот за той второй площадкой На горочке Такое деревянное сооружение Как-то было спокойно вечером Отпускали родителей Никто не боялся за детей И до глубокой ночи, до 11 Всегда мы были на катке Нина Димитровна Коронёвская Тренер и клопотливая выховательница Первые кроки до чемпионских лавров За все дотернистые Катки были любимым местом встречи-цвиданий Оттого девушки всегда старались принарядиться Английские ботиночки и стильное пальто с мехом Эти фото в парке Горького Напоминают Светлане Урецкой о зимних каникулах В сильные морозы и вовсе не ходили в школу И родной двор на Грушевской Становился ареной для развлечений Я сюда приехала в 49-м году Тут не было ни одного дерева Не было вот этого дома На фоне которого мы стоим Здесь была сплошная Такая гладкая Просто площадка И гора, которая спускалась К основным подъездам Конечно, зимой Все было в снегу Каток заливался Здесь во дворе катались Ну, такой свой Такой небольшой, конечно И даже во дворе Вот так вот подъездом Скатывались на самках и на лыжах Как ни странно Потом у нас здесь Рядом проходила И проходит железная дорога Нас их высокая И мы бегом туда На самках, на лыжах И с этой Ну, как-то так не страшно было Может быть, реже ходили поезда В те годы В старом Минске Часто можно было встретить Маленьких фигуристов На озере, болоте И других естественных водоемах Морозы были что надо Выходить на лед Горожане не боялись Ледовое приключение На стадионе Динамо Навсегда останутся в памяти У Вячеслава Обухова Он хорошо помнит Как однажды домой Пришлось ехать в коньках Потому что не смог найти Закопанные в сугроб ботинки Вначале это, конечно, не было Вот этого высокого здания Которое сейчас имеется Которое сейчас реконструируется Там был просто стадион И туда-там проходили соревнования А вокруг ездила конная милиция Смотрела, чтобы никто Через забор не лез Позднее уже, когда сделали Настоящий стадион уже Сделали вот эти высокие трибуны Сам стадион заливался водой И там, если днем проходили Там тренировки и прочее То на вечернее время Этот каток отдавался Для любителей коньков И там проходило катание Катались в основном по дорожкам Коньки у всех были разные Это зависело и от финансов И от цели катания У кого-то длинное конькобежное У кого-то хоккейное У кого-то фигурное Это двор дома 34 По Комсомольской улице Все тут великий спортивный день Зараз идут опошние минуты Сустрычба между командами Динамо и Спартак Между велозаводом и улицей Буденова Там проходил ручей Было очень большое поле Там мы и в хоккей играли И катались В старые времена коробочек Особенно не было для катания Они появились уже много позднее И если двойные тулупы На льду требовали смелости и опыта То пронестись по заснеженным Лесным тропам на лыжах Мог позволить себе Практически каждый менчанин Лыжи были у всех В основном катались В парке челюскинцев Там всегда была отличная лыжня Выезжали в леса На окраинах и за городом Для студентов Зимние походы Были хорошей традицией Безумовно Съехать с горы легко А вось Узабраться на е Да я ще новичку А за городом Скажем взять Боровая И туда Там начинаются леса И можно получать Очень большое удовольствие Интересный случай был Мы с компанией Бегали по лесу Наша компания пробежала У меня что-то стегнуло Крепление Я его поправил И бегут догоняют И вот стоят пара Очень пожилых людей Вздыхают Вот В советские времена Наверное вернулись Опять кого-то Вымели нормы сдавать Я чуть не упал Со смеха Потому что Это Действительно У нас Большое желание Пробежаться По лыжам Получить А в лесу Очень красиво На старте Мостейшие гонщики Двора Лыжный кросс Головный У спортивной программе Складанная трасса Проходит По пересеченной Мясцовости Нечаханные Пирожкоды Складняют Гонку Перемога Забоевывается У острой Спортивной Продьбе Современные Менчане Не отстают От своих бабушек И дедушек И всегда С нетерпением Ждут мороза И снега Ведь в катаниях На коньках На свежем воздухе И в походах На лыжах Особенный вкус Приправленный Предвкушением Новогоднего праздника Субтитры создавал DimaTorzok